1 сентября 1939 года кремль поздравил гитлера с раздрома франции так за что же получается тогда деды воевали да поможет господь чей крым путин все-таки не наладите ни в коем случае ножки буша тут я думаю что не все так просто на самом деле стало много наших баба дай а стой все я понял в чем прикол чисто я я 2 войны только что спрел типа мирова троймер вайт она раньше началась велика отечественной уже позже но великая отечественная часть второй мировой когда же началась мировая война в каком году какого числа из чего 1 сантим 1 сентября 1939 года она 2 военно-политических королицы ставшая крупнейшим вооруженным то есть смотри 1 сентября 39 года что же произошло гитлеровская германия напала на польшу правильно правильно а кто одновременно с германии напал на польшу кто был ее союзником так подожди кому передал гудериан город брест ну советскому союзу так кто же одновременно напал на польшу то есть получается германии советский союз так они получается были союзниками то есть получается поджига интересная штука советский союз начал войну в тридцать девятом году будучи союзником германии союзником гитлера да что-то не получается как что-то как же так то а хочешь вот хочешь прикол давай вот вот об этих факт не знак ну крым на россии но в россии типа ты нигде вот чтобы они сами попались вот эти факты ты их нигде не найдешь если ты будешь копать да но случайно никаких военных формах не попадутся давай с тобой загуглим в яндексе телеграмма поздравления гитлеру париж оказывает гугли телеграм я в гугле давай google google лучше мне кажется телеграмма поздравление гитлер париж сейчас попробую тоже написать что мы с тобой одно и то же видели телеграмма поздравление гитлер париж так стать как сами поздравлял гитлера с взятием парижа до открывай картинку сразу открывай читай вслух так берлин главе германского государства господину адольфу гитлеру прошу вас принять мою признательность добрые пожелания в отношении народов так соза чё за соза а союза просто реально а понял просто типа вставочка документальная размытая немного так союза поздравление и благотворительность за ваши обогнать за ваши меня тут там ты там ты что-то прошу вас принять мою признательность за поздравление благодарности за ваши добрые пожелания в отношении на а я своего союза ты читаешь просто разные строчки я понял это просто типа не ну как бы то следующая строчка идет так добрые пожелания в отношениях народов советского союза берлин министр иностранных дел германии господину юхим фон ребер троп так благодарю вас господин министр и за поздравление дружба народа в германии из советского союза скреплена кроме а теперь открывай первую же ссылку не в картинках а первую же ссылку в google а где только не вижу ссылку на тесте должны отнуты ты когда в поиске забил у тебя в поиске телеграмма поздравление гитлер париж ты искал сейчас картинку а ты сейчас не картинку а текст ищи так это не картинка вот тут и сайт самый первый сайт видишь это за яндексу как станет яндекс не надо яндекс не надо ты ищи дальше не яндекс давай еще ниже такой много сайт на зависать любой я не знаю но я вот сейчас открыл форум правда комьюэй но вряд ли тебе она выдаст нашу украинскую правду любой открывай любой сайт как сталин поздравил кремль поздравил гитлера с раздрома франции тебе нужно найти телеграмму поздравления как они поздравляют находи сейчас смотрю так прочти как они поздравляют то есть а роковом году до в сороковом году гитлер захватил париж ну францию захватил а сталин его с этим поздравил так за что же получается тогда деды воевали на самом деле здесь все куда прозаичнее сначала не были союзники это да придумано вряд ли сталин преследовал нить во цели нацизма именно сначала собственно и разгорелась отечественная война не понял сейчас если честно не совсем понял что ты имеешь ввиду я вот еще в то время когда россия гитлеровской германии дружили я думаю на вряд ли советский союз советский союз они были союзниками то есть они совместно напали на польшу а потом гитлер в европе развязал войну кто с ним тогда уже воевал франция воевала великобритания воевала соединенные штаты все воевали против гитлера на стороне добра а советский союз воевал на чьей стороне в начале второй мировой войны на дубы когда они еще воевали вместе я думаю стали навряд ли преследовала цели нацизма а в чем заключается цели нацизма искоренение видите неполноценных людей которые не подходят по скажем так по некоторым характеристикам которые их же установил понял так за что же тогда воевали деды в тридцать девятом в сороковом ветераны великой отечественной войны тридцать девятого года что они за что они воевали подожди великое отечество на это 41 45 а те кто воевал в тридцать девятом они не ветераны ветераны а за что они воевали на самом деле спорный вопрос спорный вопрос интересно слушай давай я еще попрошу тебя загуглить пару интересных интересно как ты как историю интересно наверняка напиши памятник краснову памятник краснову и видео открывай а видео как не то что прямо давно было когда вы снесли то не не снесли стоит as видео открывай памятник краснову до открывай видео там будет видео с вашего телеканала с какого-то центрального есть такое я сейчас давай давай сейчас и другим новостям сегодня с подачи губернатора ростовской области вновь сплыло имя атамана петра краснова того самого предателя родины что в 1943 году возглавил главное управление казачьих войск восточных оккупированных выключай слушаю ему стоит памятник в ростовской области просто ну на самом деле ростовской области да вот выключай пока до пауз смотри я просто тебе задам вопрос мне интересно смотри если мы с тобой теперь откроем краснова в википедии мне просто интересно как ты как историк тебе же интересно наверняка открывай краснов генерал краснов в википедии открывай краснов так генерал краснов в википедии большинство таки написать генерал краснов генерал краснов и там у него есть воззвание к казакам или просто у вас воззвание есть у него он обратился к народу нашел на напиши генерал краснов да поможет господь напиши сейчас нет все равно как нету все равно тебя нету генерал краснов да поможет господь гитлеру напиши поможет гитлеру я сейчас одновременно с тобой гуглю поможет гитлеру ну вот сразу же первая ссылка на статью в википедии генерал краснов поможет гитлеру с первая же ссылка яндексе загуглик что получится яндексе гуглить это то что нужно он нашел хотел про него краснов петр николаев вот 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 так слушай ножка не херна себе у тебя прямо так жестко сейчас бога ну ладно все нормально слушай вот ты как житель украины меня сейчас немножко отойдем от темы это самое важное смотри вот ты сейчас там открыл статью про красного правильно и там него есть биография ты во время второй мировой войны открой там много-много листать там революция там все дела во время второй мировой войны открывай есть там такой же проскрой ниже да поищу так сочинение есть только сочинение возраста биография его нужно биография биография во время второй мировой войны биографию открывай а не то литературной деятельности не биография зачем тебе биография награды памяти нужна биография память вот нет биография выше биография арест казнь а вот во время второй мировой войны да 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 вот читай так основная стати первый день начала германии военный действий против ссср краснов обратился с названием читай читаем название я прошу передать всем казакам что это война не против россии напротив коммунистов успешников дорогу успешников да да поможет может господь немецкого оружия и гитлеру да поможет господь немецкому оружию и гитлеру а ему памятники ставят у вас что у вас происходит там в россии вообще память только что посмотрел видео где рассказали про памятник краснову в ростовской области это станица еланская если тебе интересно я знаю где находится я как бы час так что же как ты это объяснишь как человек который интересуется история как так происходит у вас россии человек от этого мета не понимаю интересный момент вот это вот вы живешь в украине и что за ярое движение что такое очень банду как вот за никой какого звали точную очень короче что за бандеров что-то за движение такой вот ну там когда памятники сносит тебе нужно изучать видишь какая штука краснова надо изучить обязательно тебе нужно обязательно изучить статью про степана андреевича бандеру обязательно нужно почитать конечно но главное тебе понять сегодня в 2021 году чей крым и что происходит в луганске в донецке как ты думаешь кто с кем сегодня луганском что с донецком воюет кто же там воюет что там происходит ну честно говоря сам я на особо этим моментом интересовался интересовался чей же крым крым официально сейчас россии не совсем понял смысле официально сейчас россии так ну в прямом сейчас в россии он был раньше русские сейчас он русский то есть такое то время крым как вообще скажу и даже если точно сживаюсь хрущев по моему издал ведь крым не вижу ты в истории подкованный подкованный парень а если бы завтра были бы выборы ты голосовал бы за путина например смотря кто был бы еще там понимаю путин и навальный второй тур путин все-таки не давали ни в коем случае путин навальный он просто агент сша я не говорю что он агент сша но не нужны в общем это не нужна какая штука я хотел еще очень важную очень важная тема поверь у тебя вот википедии открыто там под рукой напиши лэнд лиза же по поводу того кто спонсирует соединенные штаты что спонсирует кого спонсирует и зачем лэнд лиза наклонились государства прав по которой соединенные штаты америки поставляли своим союзникам во втором мировой войне боевые припасы технику продовольствия медицинское оборудование и лекарства стратегическое сырье включая нефтепродукты кому поставляли сейчас давай 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 а я знаю кому лист в ссср видишь я живу в городе архангельск и просто знаю что у нас даже конвои приходили тот же dervish приходил к нам архангельск привозил от с америки при вас и подожди то у меня тогда не сходится что-то в голове значит когда война америка вам помогает припасами помогает вам бои припасами едой продовольствием помогает оружием помогает самолетами а тут ты говоришь что навального спонсирует америка чтобы развалить россии купить что нас в америка что у меня она разрывается вот так в мозгах что-то у меня не смотри вот смотри понимаешь прошу прошло уже 80 лет это ведь это ведь не год не давать целых восемь это почти это почти век 20 лет сколько всего поменялось совершенно другие приоритеты какие при не понял какие приоритеты зачем америка помогала вам раньше а сейчас нет потому что америка со времен это ведь это страны все почему отечественного называется ведь не только в советской союзе германия воевала по факту отечественная война это война с нацизмом там на мой взгляд у нас он с германией и милая 2 с тобой еще очень интересную эти смотри и google и там в яндексе напиши картина раздача продовольствия вот подожди вот смотри даже вот если даже вот если почти посмотреть то вот очень интересный момент это когда я пошки разработали первого харбор но это внутри тоже нас не сильно касается мы же вроде как с тобой украина россия и сша давай загуглим с тобой картину раздача продовольствия картина раздача продовольствия пиши три слова картина раздача продовольствия слушай мне кажется тебе нужно работать где-нибудь кончик вузе причем престижным такого ректора тоже так думаю так знаменитая картина видишь там картина айвазовский ага сам непосредственно айвазовский который рисовал 9 вал значит продовольствия 1892 год аж 892 год до видишь что на картине там вижу там сами сами привезли еду американский флаг видишь вижу это значит американцы кормят голодающих в россии в 892 году а потом они помогали вам во время войны боеприпасами и продовольствиям а теперь последнее что эти попрошу загуглить последнюю последнюю что попрошу тебя загуглить последние google и ножки буша как сейчас ножки ножки буша до ножки ножки просто ноги ножки ножки буша буша по посредством представьте проще куриных окорочков а ну нож я понял а понял про что ты говоришь даже окорок обычный я просто хочу тебе задать такой важный вопрос ты только на него но задумайся и попробуй мне ответить 892 году америка помогала вам продовольствием в сороковых годах помогала продовольствием в девяносто девятом помогала продовольствием она помогала вам продовольствием даже тогда когда путин был премьер-министром скажи как ты думаешь зачем америке спонсировать навального чтобы купить россию если она постоянно вас кормит не совсем и не совсем купить понимаешь тогда я даже сказал что неправильно формулировка вот просто понимаешь россии русский народ это очень гордые люди скажу просто ну как я сам здесь живу и его сколько понимаешь высокую людей они они не потерпят то что кто-то типа ну у них америка кто-то их корни мать не это не совсем наши наши многие русские тем более современные поколения ты сам понимаешь вырубал ну чисто стереотип про нас а там про америку штипа это плохо понимаешь ну как это вырабатывалось ну десятками лет просто зачем же америка вас кормит тогда не пойму космонавтов она вчера кормит к ваших космонавтов на космической станции у ваших космонавтов есть нечего снова америка кормит ваших космонавтов зачем она постоянно вас кормит как ты думаешь ну тут я думаю что не все так просто на самом деле не понял попробуй мне объяснить зачем вас постоянно кормит Америка? Зачем ей это нужно? Честно говоря, я не могу точно ответить на этот вопрос, но я думаю, это 100% не из просто доброго сердца. А зачем? Ну, вас голодают люди, они от голода умирают. Ну, голод, недоедают, нечего кушать. А вас постоянно Америка кормит. Ну, чтобы люди ели. Физически они дают им еду нищим, голодающим. И кормят их, чтобы они питались. Зачем Америка это делает? Друг мой, ты просто в России. Хотя, может, ты был, но ты не жил там прям так долго. Ты сейчас говоришь, что люди голодают. Россия, ты настолько приспособлены здесь, я тебе скажу, даже бомжи не голодают. А, то есть, в следующий раз можно не кормить. И я тебя обманул немножко, но смотри, я тебя последнее что попрошу загуглить, последнее. Открывай YouTube. YouTube открывай. Открывай YouTube и пиши Андрей Луганский 2. Понимаю. Тебе нужно обязательно подписаться на канал, поставить лайк и отписаться там. Почитаешь комментарии, наверняка тебе понравится, что пишут люди. Тебя сейчас смотрят почти 10 тысяч человек, а лайков наверняка недостаточно. Сколько лайков там стоит? Скажи, пожалуйста. А, понимаю. Прямой эфир видишь? Классно. Вижу. Сколько лайков там стоит? И все. Лайков там наверняка недостаточно. Вот так выглядит образование и история, изучение истории в Российской Федерации, преподавание истории в Российской Федерации. И это очень сильно влияет потом на формирование мнения о происходящем. Чей Крым? О происходящем на Донбассе на сегодняшний день. Оккупирован ли Луганский и Донецк или нет? Путин хороший ли правитель или нет? Есть ли в голове имперскость или нет? Про причины нападения Наполеона в 812 году не знают. Про то, как город Брест оказался в составе Советского Союза не знают. Про то, что Советский Союз одновременно с Гитлеровской Германией начинают Вторую мировую войну не знают. Про то, что Соединенные Штаты кормили Россию и Царскую Россию и Советскую Россию и Современную Российскую Федерацию всегда не знают. Про программу помощи продовольствия как она называется нужно загулить обязательно все время забываю эту программу про которую писала Ивазовский напишите обязательно в комментариях как она называется. Вот эта программа раздачи продовольствия еще в те времена потом программа помощи в 40-х годах Ленд-Лиз потом ножки Буша потом помощь зерном безвозмездная помощь почти на миллиард долларов самая большая единоразовая безвозмездная помощь от Соединенных Штатов за всю историю существования Соединенных Штатов это была помощь в виде зерна для Российской Федерации Путин уже тогда был премьер-министром а Америка кормила так вот вместо того чтобы дать просто денег Соединенные Штаты Америки выделили огромное количество зерна потому что в России был дефицит зерна дефицит муки соответственно дефицит хлеба хлебный дефицит Соединенные Штаты выделили огромное количество зерна почти на миллиард долларов выкинули его туда в продажу на внутреннем рынке тем самым они насытили рынок зерном было что кушать уже появилось само зерно снизилась цена на зерно деньги от продажи этого зерна поступили напрямую в фонд пенсионный фонд Российской Федерации программа программа помощи по которой рисовал картина Айвзовский называется АРА обязательно загуглите и почитайте программа продовольственной помощи АРА так вот деньги которые Соединенные Штаты выделили в виде зерна зерно было продано на внутреннем рынке деньги поступили напрямую в пенсионный фонд Российской Федерации то есть пенсионеры вот эти вот бабушки которые сегодня рассказывают про Навального которые там Путин наш президент мы там за него умрем они получали пенсию от налогоплательщиков Соединенных Штатов так зачем так зачем так зачем Соединенным Штатам захватывать Россию если они их кормят постоянно всегда начиная с 800-х годов ножки Буша в 90-х при Путине кормили так вот россияне если вы такой Иван не помнящий да вы если не помните кто вас постоянно кормит и кормит сегодня ваших космонавтов кто забирал вашего космонавта который там застрял в свое время на этой космической станции вообще вот вы это добро не помните но думаете что Америка во всем виновата это она раскачивает ситуацию и завтра заставит пацанов и девчонок выйти на улицу это все американцы виноваты да они возможно просто кормить вас задолбались понимаете и когда вы спустя какие-то годы снова попросите помощи то я лично буду говорить надену свою футболку не вот эту с горящими пуканами российскими я надену футболку на которой написано я же говорил что возможно и тогда в следующий раз россиян кормить будет не нужно пусть как-нибудь сами определятся хотя это дело американцев но думаю что Украина помогать не будет или не нравится но Илон Маск имеет довольно серьезное информационное влияние на планету Земля в целом на информационное поле вы можете с ним спорить можете соглашаться но тем не менее Илон Маск заявляет следующее для Украины была трагической тратой жизни атаковать более крупную армию имевшую глубоко эшелонированную оборону минные поля и более мощную артиллерию это тогда когда Украине не хватало бронетехники или превосходства в воздухе и любой дурак мог это предсказать моя рекомендация год назад заключалась в том пишет Илон Маск чтобы Украина укрепилась и направила все ресурсы на оборону даже в этом случае трудно удерживать землю не имеющую сильных естественных барьеров естественный барьер он имеет ввиду конечно же в первую очередь это большая река вы понимаете что речь идет про то что он думает что скорее всего это будет Днепр чем дольше будет продолжаться война тем больше территории получит Россия пока она не дойдет до Днепра который трудно преодолеть однако если война продлится достаточно долго то упадет и Одесса и главный вопрос который задает Илон Маск потеряет ли Украина весь доступ к Черному морю или нет и рекомендует урегулирование путем переговоров прежде чем это произойдет 5 если смотреть на карту это крайне важно вот карта вот мы тут смотрим ее да то есть вот вот река которая ну типа вот тут если наступление это все это все карты картами людям что делать что людям делать снова классно сидеть в твиттере и строчить вот такие твиты типа смотрите вот под Днепру если поделить вот так в Украину типа если вот так вот ну понятно вот Харьков там вот это Полтава вот так вот типа и вот людям что делать снова позиция какая-то всех античеловеческая на карту все рисуют какие-то стрелочки вот это вот все а что делать людям совершенно непонятно и никто в принципе не отвечает на эти вопросы но есть хорошие новости есть в принципе хорошие новости премьер-министр если вы вдруг переживали за премьер-министра он заработал почти миллион гривен за год и его жена работает в принципе гораздо лучше чем сам премьер-министр я забыл кого зовут Шмыгалево фамилия я забываю как его зовут премьер-министр но жена у него молодец заработала почти 8 миллионов в принципе мы считали с вами информацию о том что и президент Украины Владимир Зеленский что-то там в три раза заработал денег больше чем в том году увеличил свои доходы больше чем в три раза но молодцы согласитесь напишите в чатик вы как там заработали за прошлый год насколько у вас улучшилось финансовое состояние как в целом ваша семья финансово себя ощущает в принципе по идее вы тоже наверняка тоже заработали много денег а информационная и ПСО в буквальном смысле сегодня выглядит так что очень интересно я хотел с вами сегодня это обсудить очень интересно смотрите по многим телеграм-каналам сегодня прошла информация о том что Ермак Андрей Ермак глава офиса президента в интервью политику заявил следующее мы думаем что даже после окончания войны нельзя отменить военное положение хотя бы несколько лет украинцы останутся и будут отстраивать страну к тому же наши люди уже привыкли жить при закрытых границах и других ограничениях для них это больше не проблема и здесь вся понимаете вся прелесть этой ситуации в том что Ермак этого не говорил но люди это воспринимают как правду Ермак не говорил что границы останутся и будут закрыты после окончания войны но люди это воспринимают ну логично у них же сегодня такая позиция ведь до сих пор уже заканчивается март 24 года непонятно зачем границы закрыты почему не выпускают людей на волю почему какой эффект от этого к чему это привело какой позитив получила страна от этого непонятно вообще никто не может объяснить поэтому вот то чего Ермак не говорил сегодня захавали как и псов все мне скинули это в личку раз 500 сегодня типа ты видел то что говорил Ермак понятно было с самого начала что Ермак такого не говорил но люди это воспринимают нормально потому что опять все подумали что он не говорит не говорил но подумал он точно так же как вот так вот тут написано что их сегодняшняя позиция совпадает с вот этим вот написанным а я вам скажу что скорее всего что это неправда что скорее всего границы не откроют никогда понимаете не после войны никогда надо к этому быть готовым надо понимать что ну когда откроют границы никогда и вот так люди сегодня хавают и псу объясните тогда смотрите сегодня вышла там какая-то девочка вышла я не знаю какая-то представительница типа сказала что это неправда что это вранье так вы объясните будут открыты границы или нет какое мнение сегодня руководство государства зельянского нового главы совета национальной безопасности и обороны забыл как его зовут ну типа Данилов теперь у нас уехал из страны они молчат вы собираетесь скрывать границы они молчат а если собираетесь то когда они ничего не говорят удивил Валера про запас в очередной раз Валера вы знаете я переконан что в текст закона одразу проекта закона было внесено стольки дурни відвертої провокативно для того чтобы тепер с нею боротися и відповідать и звездовать суспільству которые у нас служат нашего народа это я не про партию говорю а взагалі потому что не маю права висловливать из политических вопросов но настолько примитивная разводка что просто смешно потому что насправді есть несколько основных базовых параметров мобилизационного закону один из них это термин службы ничего про это не кажется хотя это один из основных элементов который очень много вопросов они вместо того включают ерунду типа экономичное оборудование блокирование карток типа забирать людей из 18 лет на 4 тысячи прав я еще раз повторю что как на меня это законопроект он перетворился и работа над ним перетворилась в правильное знущение и в тот же часу весь народ может теперь побачить ревень отих людей которым мы доверили свою долю я их откликаю не знаю может недоречно але хотів би сказати что уявить собі что людина яка не проти мобилізоватись что ей стримует кроме того что нормальная всякая людина страх війни это понятно но главное не знание он не знает на сколько идти это первое что стримует людину військового профессионала отсутствие короткострокового контракта поверьте мне велика кількість людей которые могли мобилизоватись они подписали контракт на рік на півтора это уже сколько выяснить законодавец это вообще мова не идет вместо того у нас какая-то каша суцильная никто ничего не понимает и от этого соответствующие наследства и общественные наследства Валера ты что ты что Валера кого хочешь да ладно представляете да ладно оказывается нужны краткосрочные контракты и нужен будет в итоге эффективный рекрутинг да ладно Валера да ты что да так ты что да не может такого быть да что ты что происходит вообще что происходит краткосрочные контракты Валера а как же операция бусик неэффективно что ли да не может быть ты что Валера из того что сегодня Валера настало твое время ты как держать Валера да ты что Валера Валерчик алло родной ты чё просто ржака ты хочешь ковуна Валера ковунчик хочешь кову дешевый смокота что обсуждает сегодня мир планета земля сильные мира сего информационно нравится вам забарный я я в последнее время что футбол не смотрю вообще вообще что там меня там честно говоря мало интересует но это же защитник сборной Украины Илья Забарный он заявил что он думал повернуться и пойти воювать если вы как-то переживали думали что там Илья думками про ситуацию в Украине футболист поделился в интервью The Times важно когда я выходу на поле подавлюсь новин там ракета щойно вылучшила в будивлю и он говорит что я думал про те чтобы повернуться и пойти воювать я могу просто взяти оружие и научиться я могу сказать стоп и я не хочу играть в футбол но нет я маю играть я потребен украинскому народу чтобы рассказать святую правду молодец просто молодец все какие еще какие еще должны быть комментарии молодец но мы мы знаем